Итак, я приехал в местный торговый центр в надежде прикупить тут новенький айфон. Надеюсь, что он тут будет, потому что, ну, реклама на самом деле здесь практически на каждом шагу. Да и в целом этот торговый центр довольно современный. Тут есть прям отдельная секция, где продается только электроника. Тут есть куча как фирменных магазинов, так и условных магазинов, типа там наши M-Video и так далее. Но мне интересен, естественно, Apple Center местный. Он здесь выглядит вот так, по сути, так же, как и у нас. Столь лишь разница, что цены тут намного ниже. А вот, собственно говоря, и айфончики. К сожалению, 14 Pro Max в наличии нет, но мне сказали, что 14 Pro вроде бы остались. Поэтому сейчас я подожду, оплачу, и дальше у нас будет распаковка. Итак, это новый айфон. 14 Pro, не Max, потому что Max и все sold out. Который обошелся мне в Таиланде примерно, если я все правильно посчитал, 65-66 тысяч рублей. И помимо всего прочего, мне еще и дали Tax Free. Это вот такая бумажка. В аэропорту я могу вернуть налог. Налог получился, ну, где-то 5,5 тысяч рублей. Таким образом, получается, что новенький айфон 14 Pro на 256 гигабайт в Таиланде стоит 60 тысяч рублей. Ну, а теперь об интересных особенностях, с которыми мне пришлось столкнуться. Как можете заметить, коробка уже вскрыта, поэтому никакого анбоксинга не будет. Притом, вскрыта она очень интересным образом. Смотрите, язычок здесь все еще цел. То есть, технически... Вот, я все еще могу его оторвать, но... Как бы, сам факт того, что коробка вскрывалась... Кстати, сверху тоже, смотрите, есть еще один язычок. Я не знал, что их оказывается два. Чтобы вы понимали, последний айфон, который я вскрывал своими руками... Охренеть, какая тут огромная камера! Последний айфон, который я вскрывал, это был 11 Pro Max. Собственно говоря, вот он. И мне уже тогда казалось, что у него огромная камера, да? Но если сравнить... Это же охренеть! Притом, это, ну, Pro-версия. Что касается моего старого айфона... Он треснул. Видите, вот здесь. Мне было лень менять экран, поэтому я просто перешел на Samsung. И, честно говоря, ни о чем не жалею. До сих пор пользуюсь Samsung. Вот такой это Galaxy Note 20 Ultra. И меня очень прикалывает то, что у него есть стилус. Это та штука, которой у айфона никогда не будет. И тут возникает логичный вопрос. А зачем я тогда купил себе айфон? Скажу сразу, что я пользоваться им не планирую. По крайней мере, как смартфоном. То есть я не буду вставлять сюда сим-карту. Я не буду вставлять сюда мессенджеры. Я купил айфон исключительно из-за камеры. И я, честно говоря, все еще в шоке от того, насколько она огромная. Да, еще раз, просто по сравнению с 11-м айфоном, 11 Pro Max, она реально стала в два раза больше. Вернемся к моменту с распаковкой. Как вы видели, коробка уже была вскрыта. Вскрывал ее не я, но при этом смартфон абсолютно новый. И я даже больше скажу. Смотрите, здесь пленка на экране защитная присутствует. Но тут не будет никакой магии, потому что этот айфон уже включался. И он включался в магазине. Короче, я не знаю, это либо такие местные правила, либо это правила конкретного магазина. Но, короче, продавцы не могут отдать тебе товар, если это сложная электроника, не проверив ее. Поэтому продавец при мне вскрыл коробку, активировал айфон, соответственно, дал подержать. Говорит, смотри, все работает. И потом, что самое интересное, он обратно все это запечатал. То есть, пленочку наклеил и даже попытался пломбу обратно вернуть. Вот. Ну, короче, это довольно странная процедура. Поэтому никакой магии и анбоксинга, к сожалению, нет. Ну и по комплектации, я думаю, тоже особо говорить ничего не стоит. То есть, тут зарядный кабель и все. По сути, за 60 тысяч у нас тут больше ничего нет. Итак, вернемся к самому главному плюсу айфона, который я держу впервые за три года. После 11-й версии. Я не 12-й, не 13-й, не 13-й про. Честно говоря, в руках даже не держал. Просто следил за новостями. То есть, какие-то новые фишки в камеру внедряют. И вот то, что внедрили непосредственно в 14-й айфон в камеру, меня заинтересовало. Меня заинтересовало это устройство именно с точки зрения того, что я буду им постоянно фоткать, я буду снимать видео. Это намного проще, чем делать это с камерой. Это намного проще даже, чем делать это с экшн-камерой. Потому что здесь можно сразу подключиться к интернету, соответственно, перекинуть все это на компьютер, с этим работать. Также можно посмотреть на хорошем экране. Говорили, кстати, что здесь очень большая яркость у него. Вот это сейчас на максимуме. На улице довольно светло. И в целом, да, конечно, экран у нового айфона реально очень яркий. Давайте для сравнения 11-й сейчас включу. Вот это, смотрите, 11-й. Также на максимальной яркости. Вот так будет, если поставить их рядом. Прямо сходу запишу тест видео. Это фронтальная камера, 4К, 60 кадров. И, как мне кажется, это сейчас даже лучше, чем с той камеры, на которую я снимаю. А может быть и нет, напишите в комментариях, какая картинка вам нравится больше. То, что я снимаю на камеру. Либо то, что я снимаю даже вот на фронтальную камеру. Это я еще пока что основную даже не тестировал. Даже не тестировал. Охренеть. Я сейчас посмотрел просто, что получилось. И это была только фронтальная камера. На что же тут способна основная, я даже не представляю. Активировал режим Cinematic. До этого я тоже им ни разу не пользовался. И вот такой получается результат. Я его пока что не вижу. Но вы в комментариях уже можете написать, насколько круто размывается задний фон. Вау! Офигеть! Офигеть! Это намного круче, чем на ту камеру, на которой я сейчас снимаю. Короче, именно этого эффекта простоты я от айфона и хотел. То есть я не хочу им пользоваться как основным устройством, потому что я уже привык к андроиду. Мне нравится расширенный функционал, которого здесь нет. То есть это устройство, оно удобно в том плане, что тебе не надо заморачиваться. Ты кнопку нажал, у тебя, соответственно, видео записалось, фон размылся. Ну, блин, это ли не чудо вообще? На андроиде такое тупо не работает. На самом деле уже давно пора айфон переименовать в айкамера, потому что, ну, это не смартфон с функцией камеры. Это скорее камера с небольшим функционалом смартфона. Ну и плюс еще один очень важный момент, то что большая часть приложений, которая помогает снимать видео, обрабатывать фотографии или фотографировать в ручном режиме, она также выпускается исключительно на айфоны, то есть аналогов для андроида тупо не существует. Поэтому, насколько не была бы крута камера в моем Самсунге, а, к слову говоря, основной именно модуль на 108 мегапикселей в плане фотографий мне нравится больше, чем на айфоне. Но проблема в том, что для андроида тупо нет программного обеспечения такого, которое есть на айфоне. И самое смешное, что большинству людей, в принципе, вообще плевать на эти возможности, потому что многие покупают айфон, ну, потому что это айфон. Типа, это прикольно, это статусно, да, как и всегда, то есть, ну, что, типа лох, без айфона, что ли, буду ходить. А то, что никто не пользуется даже десятой частью функционала, которая дает это устройство, ну, это на самом деле, я считаю, проблема. К примеру, вот одно из приложений, мое, по сути, самое любимое, которое позволяет осуществлять более глубокую настройку портретных фото. Поначалу кажется, что я вот просто меняю размытие фона, да, это в целом умеет делать и айфон в стандартном приложении камеры. Но тут есть и более расширенные настройки, которые позволяют в том числе изменять форму размытия, изменять его геометрию. К примеру, вот здесь можно сделать его более закрученным, либо более радиальным, можно поменять форму размытия. Смотрите, эффект получается совершенно другой. И проблема в том, что вот подобных приложений для Android тупо не существует. Я не знаю почему. Здесь настолько глубоко прорабатывается 3D фото, что я могу даже поменять освещение. Могу поменять освещение спереди, сзади и вообще как угодно. Также тут зацените, какую можно сделать фишку. Это по факту у нас стандартный набор параметров для цветокоррекции, но я могу применять эту настройку только на передний, либо только на задний план. Зацените, к примеру, вот я могу подсветить себя, сделать темнее, либо наоборот сделать фон более светлый, либо сделать его более темный. То есть не всю фотографию редактировать, а только передний, либо задний план. Это охренеть как круто и удобно. Так как я не пользовался этим приложением больше 3 лет, то здесь за это время появилась вот такая иконка видео. Это уже, соответственно, другое приложение. Я так понимаю, что с Cinematic режимом, когда у нас на видео размывается фон, это приложение также должно работать. К слову говоря, в Cinematic Video также есть кнопка редактировать. И здесь можно переключаться между фоном и лицом. Но как-то это не очень интуитивно что ли делается, я не понимаю. Вот я тыкаю на фон и мне ничего не происходит. Вот я могу полностью отключить размытие, но почему он у меня не переключает фон? А, вот, надо было подольше подержать. Ну, короче, да, здесь также можно переключать размытие, но я не могу его настроить. То есть я могу сделать его больше-меньше, соответственно, за счет диафрагмы, но я не могу изменить сам эффект размытия. То есть вот, все, что у меня происходит, это вот, либо больше размыто, либо меньше. А я хочу, чтобы у меня было больше настроек. Капец, это получается прям полноценный видеоредактор. То есть таких функций у меня, на самом деле, даже в редакторе на компьютере нет. Это реально намного удобнее, чем на любом другом смартфоне. Вот как раз наше Cinematic Video, которое я снял. Оно уже находится в галерее. И давайте посмотрим, как тут можно изменять эффекты. Соответственно, как и в самом айфоне, можно менять размытие. Только здесь, смотрите, диафрагма аж до 1,4 доходит. То есть это очень сильное размытие. В обычной камере, насколько я помню, размывается только до 2. Вот, смотрите, диафрагма. И видите, минимальное значение здесь 2. То есть через стороннее приложение размытие получается сильнее. Фокусировку также, смотрите, можно настраивать вручную. То есть не выбирать прям объект, да, вот так нажимая на него. А можно прям вручную, если где-то промахнулся, это можно исправить. Что касательно формы размытия, также, смотрите, здесь это все работает. Вот, я могу выбирать различные эффекты. Я могу делать скругление. Ну, то есть все то же самое, что я мог делать с фотографией, только теперь я могу это делать с видео. И это капец как круто. Это на самом деле открывает просто... Офигеть, какие возможности для творчества. И это на самом деле безумно круто, то, что все это умещается, по сути, в таком компактном устройстве. То есть для того, чтобы моя камера также хорошо снимала, это мне надо сейчас вот такой объектив прикручивать. А он тяжелый, неудобный. И, честно говоря, мне лень этим заниматься. Я пока еще вообще ничего не рассказал про технические характеристики, моменты и так далее. Но я думаю, вы и так прекрасно знаете, на что способен iPhone. Да, самая главная фишка, которая появилась, это этот динамический островок теперь вместо моноброви. Но вот за все то время, сколько я держу смартфон в руках, он у меня еще никак ни разу не показал себя. Ну, то есть просто вырез под камеру и все, по сути. То есть я не думаю, что на этом стоит делать какой-то большой акцент. Да, прикольно то, что Apple решила как-то его анимировать. Я думаю, что в ближайшее время это будет в абсолютно любом китайском смартфоне. И я думаю, что Samsung тоже эту фишку, скорее всего, повторит. В общем, в ближайшее время моей фото- и видеокамерой будет непосредственно iPhone 14 Pro. И это еще удобно в том плане, что люди привыкли к телефонам. Ну, то есть сейчас абсолютно каждый снимает TikTok. Но когда ты попадаешь в людное место с камерой, то люди как бы настораживаются. И мне очень нравится, когда их снимают на фотокамеру. Я не знаю почему, но это реально в любой стране мира так. Когда видят человека с камерой, сразу начинают возникать вопросы. Но когда ты снимаешь видео на iPhone, который, к слову говоря, снимает еще и в более лучшем качестве, чем моя камера, то людям ничего не нужно объяснять. Все и так все понимают. Вот такой получился ролик. Не очень длинный, без распаковки. Я просто попытался донести мысль, что iPhone это реально крутая штука. Но в качестве основного я все-таки все равно буду использовать Samsung. Ну, а что касательно видосиков и фотографий, которые я буду делать на iPhone, чтобы их посмотреть, подписывайтесь на мой Instagram, подписывайтесь на мой ВК и подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Кому что удобнее, соответственно, там сможете посмотреть, какие приколюхи я буду фотографировать на новую, самую лучшую в мире камеру, как многие считают. Ну, и не забывайте подписываться на канал и оставляйте ваши комментарии, с каким смартфоном вы ходите и хотели бы вы себе купить новый iPhone, а самое главное, почему. У меня на этом все. Меня зовут Тимур. Увидим. У меня на этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok